В России принят закон о борьбе с фейковыми новостями интернет-интернет и СМИ. За распространение недостоверной информации будут штрафовать и блокировать сайты. 1. 1. Новые правила коснутся обычных пользователей интернета. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий публиковать в интернете фейковые новости. Отныне каждый, кто выложит в сеть недостоверную общественно значимую информацию, будет нести административную ответственность за свой проступок. Наказание будет зависеть от статуса автора и тяжести ущерба, нанесенного лживыми данными. Депутаты частично дополнили Кодекс об административных правонарушениях. Так, рядовые россияне заплатят за обнародование искаженных фактов от 30 до 100 тысяч рублей, а госслужащие от 60 до 200 тысяч. В случае, если фальшивая информация транслируется от лица компании или организации, она обойдется сотрудникам от 200 тысяч до полумиллиона рублей. Также правоохранительные органы могут принять решение о конфискации вещдоков, предметов, с помощью которых совершалось нарушение. В случае рецидива с гражданином заищут от 100 до 300 тысяч рублей, с должностных лиц 300-600 тысяч, с юрлиц 100 миллиона. Если опубликованная в сети фейковая информация нанесла существенный урон ключевым инфраструктурам или привела к трагедии, то штрафы многократно возрастают. Публикация искаженных данных, приведшая к массовым беспорядкам, гибели людей или вреду их здоровью, обойдется россиянам в 300-400 тысяч рублей, а должностным лицам в 600-900 тысяч, максимальный штраф для компании достигает 1,5 миллиона рублей. В такую же сумму оценивается теперь ответственность за сбой в работе банков, промышленности, связи, энергетической, социальной и транспортной систем. 2. 2. Власти юридически дали определение понятия фейк. Фейковые новости определили как искаженную или фальшивую информацию, выдаваемую за достоверную и угрожающую благополучию россиян. Среди рисков называются нарушения общественного порядка и безопасности, опасность жизни и здоровью граждан, а также их имуществу, помехи и прекращение работы важных объектов. Фейковую информацию представители власти будут анализировать по двум признакам – критерии опасности и степени достоверности. Последний определяют генпрокурор или его заместители, их вердикт можно будет оспорить через суд. Депутаты уточнили, что аргументированное осуждение признат фейком будет проблематично. Опасность новости будут идентифицировать с оглядкой на новостную повестку. Предполагается, что принятие решений на федеральном уровне ограничат произвол в регионах. Фото – Илья Питалев, РИА Новости. Административные дела по фейкам смогут возбуждать как Роскомнадзор, так и полиция, обо всех случаях они обязаны уведомлять прокуратуру. Назначенный срок давности для расследований такого типа до года. 3. 3. Интернет-СМИ должны удалять фейки немедленно. Новый документ также внес справки в закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. Если руководство Генпрокуратуры находит в интернет-издании опасную и недостоверную информацию, то они обязаны направить в Роскомнадзор запрос на его блокировку. Надзорная служба высылает в редакцию требование удалить фейк. Если оно не исполняется немедленно, ведомство отправляет его веб-адрес на выгрузку операторам связи с указанием ограничить доступ. Когда сотрудники портала устраняют нарушения, они уведомляют об этом Роскомнадзор. 4. 4. Законопроект был изменен несколько раз. Законопроект прошел путь от внесения в Госдуму до окончательного принятия менее чем за три месяца. Ко второму, основному чтению, в него были внесены правки. В середине февраля группа депутатов выступила с идеей увеличить штрафы за фейки в несколько раз. Тогда парламентарий Анатолий Выборный объяснил ужесточение наказания тем, что в законе были описаны опасные для граждан и государства случаи. Часть поправок, касающихся регулирования медиа, внес глава Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. По его мнению, существующий закон о СМИ отлично работает для печатных изданий, радиостанций и телеканалов. Он предложил вывести такие СМИ из-под действия закона о фейках. Эта идея была внесена в новую редакцию документа перед вторым чтением. Ему также принадлежала инициатива предварительных уведомлений для сетевых изданий. По задумке депутата, владельцы сайтов могли бы получить резервные 24 часа на удаление фейковой информации. Такое признание права на ошибку, уверен Левин, поможет сохранить свободу слова. Однако специальный срок на устранение проблемы для интернет-СМИ в новом документе не прописан. 5. 5. Первая редакция документа была несколько иной. Закон о фейках является частью пакета проектов, направленных на борьбу с незаконным контентом в сети. Они были внесены в Госдуму 12 декабря 2018 года сенаторами Андреем Клешасом, Людмилой Боковой и депутатом Дмитрием Вяткиным. Еще один закон из этого блока приравнивает оскорбления государства и общества к хулиганству. Фото – Кирилл Калиников, РИА Новости. В изначальной редакции парламентарии предложили установить меньшие суммы штрафов. Физические лица выплатили бы за публикацию фейков 3-5 тысяч рублей, госслужащие от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицы от 400 тысяч до миллиона рублей. Описанная процедура блокировки через Генпрокуратуру и Роскомнадзор сохранилась до окончательного чтения. 6. 6. На проблему фейковых новостей обратили внимание лишь в 2017 году. Искаженная или лживая информация часто появляется в сети, но пик ее распространения приходится на экстремальные события. Последние яркие примеры пожар в торговом центре Зимняя Вишня весной 2018 года и взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске, произошедший перед Новым годом. Растерянные местные жители верили в любые догадки, слухи и даже ложь, и делились этой информацией со знакомыми. Этим воспользовались сетевые пранкеры. В первом случае в сети широко распространились фейки от замалчивания и огромного числа жертв. Анонимные источники сообщали о почти 350 трупах. Во втором, местные жители делились закрытыми данными о якобы произошедшем теракте. Фейковые новости давно стали общей мировой проблемой. В 2018 году на территории Индии погибло несколько десятков человек. Все они стали жертвами линчевания на улицах. Местные жители принимали их на убийцы-насильников, ориентировки на которых рассылались неизвестными шутниками через До сих пор эта проблема фактически никак решена. София Икодочникова Субтитры создавал DimaTorzok